Здравствуйте! Как проверить свое здоровье, избежать заболевания и почему не всегда стоит доверять лекарям в интернете? Об этом говорим в нашей студии главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. Александр Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! 7 апреля отмечается Всемирный День Здоровья. Несколько слов об этой дате и об истории и значении этого дня. Спасибо. День Здоровья действительно это один из важнейших дней, посвященных общественному здоровью. Он был установлен в Организации Объединенных Наций в 1948 году. И на самом деле его первый раз почему-то отметили в июле, но это было немножко неофициально. А уже потом, в последующем установилась дата 7 апреля, которая по сей день отмечается. Это очень важный день, потому что его концепция каждый год утверждается одновременно совместным решением генерального секретаря ООН и директора ВОЗ. И почему он для нас важен? Ну, во-первых, потому что это показывает, на каком уровне в современном обществе идет внимание к здоровью. Во-вторых, почему это важно? Потому что если мы посмотрим на протяжении истории темы этих дней, мы увидим, что у международных организаций, ведущих, действительно, есть понимание здоровья не в узком смысле, как здравоохранения, а в широком, как общественной здоровье. То, к чему мы сейчас и переходим, в частности, в рамках национального проекта «Темография». То есть мы там увидим и безопасные дороги, и здоровые города, и укусы насекомых, и борьбу с депрессией, и, конечно, многие темы, связанные с здравоохранением. Да, кстати говоря, и тема этого года, это признание труда и огромного роли медицинских сестер и акушерок, оно показывает, вот насколько широко Всемирная организация здравоохранения и ООН понимают общественное здоровье. И мы так должны его понимать, а не только, как, вот знаете, волшебную таблетку. Вот в чем значение этого дня. Центр медицинской профилактики во всей этой цепочке медицинских учреждений, какую роль задачи, функции на себя берет, и насколько он сегодня востребован? Ну, Самарский областной центр медицинской профилактики, Центр общественного здоровья с недавнего прошлого, он имеет вот такое двойное название теперь. Он является главным учреждением в сфере медицинской профилактики в Самарской области. Это вот так было исторически уже довольно долго. То есть он координирует деятельность кабинетов медицинской профилактики, отделений медицинской профилактики и центров здоровья по всему региону, а также такие формы медицинского обследования, как диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры и много других направлений. Но в рамках национального проекта «Демография» и его федерального подпроекта укрепления общественного здоровья по России идет очень существенное изменение роли центров медицинской профилактики. То есть они становятся центрами общественного здоровья. Причем немножко похвалюсь или погоржусь. То есть Самарский центр, и это признано федеральному уровню, он и так-то входит в 8 пилотных регионов по Российской Федерации. Даже на третьих 8, по сути дела, предложенная нами модель признана оптимальной и во многом реформирование во всей стране идет по ее образу. В чем суть общественного здоровья, я в ответе на первый вопрос уже чуть говорил. Это когда все-таки единая координация всех факторов, влияющих на здоровье граждан, соединяется. А это здесь здравоохранение не более 10%, а остальное образ жизни, конечно, основное граждан. Это их питание, это безопасные дороги, это чистая вода и очень многие факторы. Это безопасные производства, то есть на рабочем месте и так далее. То есть вот это огромный комплекс факторов. Те приоритеты, которые, что мы сразу начинаем делать, это вот сейчас мы в классической медицинской профилактике добавляем очень серьезный компонент муниципального общественного здоровья, то есть разработка муниципальных программ. И корпоративное здоровье, то есть это здоровье на рабочих местах. И вовлекается широко социально-ориентированная общественная организация, именно то есть все общество, гражданское общество. Вот если очень коротко, то вот так роль, то есть роль меняется очень серьезно. Если говорить о муниципальной программе, есть ли какая-то специфика у Самары? На что вы делаете такой вот акцент, обращаете особое внимание? Вот специфика Самары как мегагорода, как столицы региона в том, что в Самаре, обратите внимание, придется на все. Вот в этом-то и специфика. Такой город-миллионник с таким промышленным потенциалом, с таким человеческим потенциалом, с такими вузами, он не может себе позволить что-либо проигнорировать. Поэтому, конечно, в Самаре будут реализовываться все компоненты программы, безусловно. И как пример хочу сказать, вот уже в прошлом году, и в этом мы очень благодарны администрации Самары, ведь это же на самом деле немалые деньги, и далеко не в каждом городе это получается. Почти все, что вы видите на медиафасадах, на уличных баннерах, ведь это администрация Самары размещает безвозмездно именно в рамках взаимодействия в этом общественном здоровье. И это нам, конечно, хотелось бы больше, но больше хочется всегда. Но, тем не менее, мы отдаем себе отчет, что то, что делает администрация Самары, Итальятия и многих других городов, это уже сейчас очень важно, и мы за это очень благодарны. Кстати, вся реклама в транспорте, социальная, тоже на безвозмездной основе размещается благодаря поддержке городских администраций. Важное значение имеет диагностика, потому что многие люди идут лечиться, когда уже что-то заболело. Вот с этой точки зрения диагностической, какие возможности есть у нас сегодня, у нашего населения, и как можно ими воспользоваться бесплатно? В связи с известными событиями сейчас, конечно, ими воспользоваться не удастся, на какое-то время, но я надеюсь, не на очень продолжительность. Для общего пользования. Но для общего развития, да. Это две основных точки входа, которые граждане должны знать. Первое – это диспансеризация взрослого населения, которые там проводятся какие-то вещи раз в год, какие-то раз в два года, какие-то раз в три года. Не буду сейчас вдаваться в детали, практически каждый год что-то проходит. Программа диспансеризации определяется полом и возрастом человека. Туда идут, на диспансеризацию нужно идти не когда что-то заболело, а нужно проходить регулярно для того, чтобы оценить состояние своего здоровья, оценить факторы риска, которые, возможно, еще не привели к болезни, но могут привести к ней, если их не обратить спять или не модифицировать, как мы говорим. Потому что есть такие факторы риска, как, например, возраст. Он модифицируемый? К сожалению, нет. А есть такой фактор риска, как курение. Он модифицированный? Модифицированный немножко там, допустим, сложно. А есть такой фактор риска, как холестерин. Модифицированный уровень холестерина? Он легко модифицированный и недорого на самом деле. Вот и чтобы это все понять, осознать, обсудить с своим врачом, обязательно диспансеризацию. Диспансеризацию люди проходят в своих поликлиниках по месту жительства. И Центр здоровья. Это специально созданные подразделения. Здесь основное отличие заключается в том, что нет территориальной привязки. Любой гражданин может в любой Центр здоровья обратиться, записаться в телефон и пройти там обследование. Но еще раз говорю, сейчас временно деятельность по профилактическим медицинским осмотрам приостановлена. Профилактика делится, наверное, на мой взгляд, на инфекционную и неинфекционную. Настоящий момент, что самое актуальное, что может каждая сделать для себя, для своей семьи и тот, кто выходит еще на работу, для коллег и вот для такого. Так вы все-таки про инфекционную или неинфекционную хотите сказать? Ну вот что важно? Ну сегодня, наверное, инфекционная составляющая возрастает, да? Или как? Вот в нашей ситуации как разобраться? Все важно. В тройке находятся еще онкологические заболевания и так называемые внешние причины. Но это понятно, что это травма, отравление и прочие вещи. Это не меняется. Я не думаю, что это изменится даже после текущей пандемии, которая, тем не менее, является, конечно, тяжелейшим вызовом. Но вот эта статистика вряд ли изменится. Поэтому здесь нужно соблюдать и факторы профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Может быть, чуть ниже мы про них поговорим. И профилактики инфекционных заболеваний. Тоже, что важно сказать. Новая коронавирусная инфекция, она ничего нового в плане профилактики абсолютно не принесла. И как сейчас иногда в интернете пишут, мы вдруг научились или пытаемся научиться вообще соблюдать то, о чем говорилось всегда. При всей своей тяжести, которая, безусловно, присутствует, это ровно такая же респираторная инфекция. И она передается по тем же законам. Поэтому, ну, если... Да, элементарные правила дезинфекции, может быть, какие-то назвать еще лишний раз. А мы пойдем от главного. А вот мы пойдем от главного. Значит, первое и главное – социальное разобщение. То есть изоляция... Я, смотрите как, я говорю, те меры, которые наиболее легко выполнимы и при этом имеют очень хорошую эффективность. Потому что можно... Что-то в теории может быть очень эффективным, но если это сложно сделать, оно не работает. Поэтому начинается с самого простого. Вот кто может остаться дома, он должен остаться дома. Понимаете, это просто. Это работает автоматически и очень эффективно. Причем есть такие математические законы, я сейчас не хочу называть много цифр, Но суть в том, что если хотя бы наполовину, все люди наполовину уменьшат количество их социальных контактов на 50%, количество инфицированных через месяц, оно не наполовину, а в разы, и многие-многие разы, в десятки раз уменьшается. А если на 75 уменьшит каждый человек, а это не так сложно, вот сейчас мы почти так уменьшили, уже в сотни раз через месяц уменьшится количество инфицированных. Это мощнейший факт. Первое – это все формы социальной изоляции. Это чрезвычайно эффективно. В этом проявляется гражданская ответственность. Причем подчеркну, почему гражданская ответственность. Кто-то, может быть, знаете, такой, ну, герой в плохом смысле. Есть такие. Я вот к таким людям хочу обратиться. Слушайте, ну вы вот конкретно, вы, может быть, и герой. Но вы подумаете, что не каждый хочет быть героем. А есть люди, которые не могут быть таким героем, которые старше вас, которые более уязвимы, чем вы, которые имеют хронические тяжелые заболевания. Короче, не вовлекайте, пожалуйста, их в свой героический процесс. Вот, поэтому о них тоже надо подумать. Поэтому, конечно, то, что по детям, по пожилым, по всем, вот первое главное – самоизоляция, и кому назначен тем карантин. Второе – это социальная дистанция. То есть это полтора метра. Это не посещение, мы их постарались все ограничить, то есть не посещение никаких массовых скоплений. И это не подходить тем людям, которые имеют любые респираторные проявления, естественно. Вот, то есть вот максимально дистанцироваться, если вам пришлось выйти в том же магазине. Кстати, магазины все молодцы, я смотрю, все полосочки нарисовали. И, по-моему, более-менее все выполняют полутора-метровое расстояние. Вот. Третье – это мытье рук. Я хочу сказать, у меня язык-то заболел по поводу, в прошлые годы и по поводу гриппа. Опять же, вот люди пытаются найти новеллу, а новеллы нет. И с гриппом была та же самая проблема. Все очень хорошо знают про воздушно-капельный путь, и все забывают, что и там, по сути дела, основным механизмом являются руки. Руки, да, потому что воздушно-капельный путь, как и по новой инфекции, да, это только в момент, когда человек чихает или кашляет больной. А вот через поверхности – дверные ручки, кнопки лифтов. Потому что носки одели, а руки замкнули. А эти тележки в супермаркетах, полки в супермаркетах. И это же часы и дни совсем другое. А так как у нас у всех дурная привычка – трогать лицо руками. То есть вот это производится самым основным. Поэтому частое мытье рук, правильное мытье рук. Тоже не будем тратить время. Посмотрите в интернете. Мы постараемся что-нибудь еще дополнительное на сайте разместить. У нас стала очень модная группа теперь, которая называется «Курс выживания домоседа». Да, адрес вашего сайта мы дадим на экране. Значит, это мой второй мытье рук. И третье, это, конечно, любимая в народе, но не такую роль, конечно, играющая, важная – это маска. Скажу свое мнение по маске. Много сейчас идет дискуссий. Маски, безусловно, должны носить люди с респираторными проявлениями. Это просто обязательно. Они очень нас всех подведут. И в этом смысле она работает. Потому что если человек чихает или кашет, по крайней мере, самые крупные капли, а самые крупные капли – это самое большое число, оно задержится. Вопросов нет. Дальше. Как коротковременный инструмент, если вы ухаживаете за больным, пожалуйста, или для тех людей, которые находятся в закрытых помещениях, в постоянном контакте с сотнями. Ну, это классический пример. Кассир в супермаркете. Да, в какой-то мере. Маска для здорового человека большой роли не сыграет. Маска на улице не нужна. И в чем здесь еще? Вот, Александр Ильич, это, наверное, потому что маску трудно купить. Да не поэтому. Потому что, чтобы она сработала, нужно соблюсти такое количество. Вот это настолько, на самом деле, сложно, что просто люди этого не соблюдают, и она либо начинает не работать, а то и мешает. И мешает всегда. И еще может что-то спровоцировать. Это, конечно, хочу сказать, это не трогать ее руками. Это носить не более двух часов, но получается фактически менее. Если она промокает, ее тут же нужно менять. Маску используют только один раз. Не класть ни в карман, ни в сумку. Там очень много рекомендаций. Поэтому, конечно, здоровому человеку маска не нужна. Да, но вот это очень важно было услышать, потому что вот идешь по улице и видишь, что очень многие практически через одного все в масках. Слушайте, я вот приведу пример, не называя известный наш большой магазин, сейчас он может не работает, но пока еще он работал, да. Вот сидит молодой человек, типа в маске. И, значит, какой режим использования этой маски один раз для себя выбрал? Когда нету покупателей у него рядом, ему в ней жарко, видимо, и грустно, он ее вот таким дверей, так, хлобык, она у него вот так вот здесь вот болтается. Когда подходит к нему покупатель, он ее так вот пятерней берет, так, бум-бум. То есть никакого смысла нет? Так не то что. Колоссальный вред. Нет, вот он сидит здесь, все микробы собирает себе на маску, на руку, на руку, на маску. И потом дышит. Да, и не надо здесь вот именно как вот сверценно про корону, новую коронавирусную говорить. Это касается всего спектра. Тем более сейчас вообще-то мы еще находимся в периоде сезонных ОРВИ, включая грипп. Что касается психологической составляющей вот этой ситуации, какие рекомендации вы тоже можете дать, чтобы сохранить свое такое уже вот ментальное, психологическое здоровье для тех, кто вынужден оставаться дома? Меньше читать ерунды. Вот. Это, значит, я сейчас скажу мысль, которая не моя, а декана психологического факультета кстати, Сергея Челесецкого, тоже на нашем сайте есть его обращение к гражданам. Что происходит? Происходит нехорошая вещь вот за счет огромного количества информационных фейков в обе стороны, в обе крайности направленных, в обществе, были бы, если бы люди были в спокойном эмоциональном состоянии, это бы беды не было, это было обсуждение. А по сути дела инициируется вот это вот обсуждение на повышенных тонах вот этих фейков, да, то есть вот добавляется какой-то раскол, какое-то напряжение, совершенно не нужно. Поэтому я просто призываю ориентироваться на официальные сайты. Их очень много. И здесь они только наши. И Министерство здравоохранения федерального, и Самарского Минздрава, и Роспотребнадзора. Там все есть. И прекрасные интервью дают. И сейчас я хочу даже вот, мы на нашем сайте выложили уж, я на что не любитель передачи, ой, пусть говорят она называется, да? Вот они нормально провели, понимаете? У них хватило какого-то такта, пригласить нормальных экспертов. Вот, она выложена. И, пожалуйста, можно смотреть интервью врачей и самарских, и московских. Замечательное интервью. Доценка этого главного врача больницы коммунарки. Не одно тоже выложено. То есть есть что-то, знаете, смотреть нормальную, качественную информацию. Она детальная, она подробная, никто ничего не скрывает. Но не нужно вот эти вот, я даже не понимаю, сознательно-несознательно распространяемые фейки читать. И человек, который в обе стороны, они как вот раздирают сознание людей. Они раздирают общество, они прождают конфликты и излишнее ненужное напряжение. Ну, еще вот, позволю себя все-таки спросить, вот фейк это или не фейк. Говорят, что домашние животные, питомцы, кошки в частности, тоже могут как-то передавать вот этот вот... Смотрите как. Вот в тонкость я вдаваться не буду, а как-то передавать. Они, безусловно, могут. Только вот не витиеватым способом, а совершенно простым. Потому что, особенно касается собак, особенно крупных. В каком смысле была такая... Опять же, это не связано с новой коронавирусной инфекцией, связано с общей культурой. Неправильная и дурная привычка. Человек приходит с работы, но радость не всех встречает, как правило, домашние животные. Правильно? Да. И начинается что? Обнимашки грязными руками. Шерсть большая. То есть вот на шерсть, соответственно... И вот я сегодня, конечно, одно и то же повторяю, но это важно понять, что мы не вносим ничего нового в наши рекомендации. Просто мы призываем, наконец, к ним прислушаться. Мы всегда об этом говорили. Вот поэтому логика какая? Как вы ничего другого дома не должны трогать? Вы не должны трогать и домашние животные, придя с улицы, помыть руки. И, пожалуйста, обнимайте. Как меняется в целом отношение граждан к своему здоровью? Какие тенденции вы можете отметить? Ну, мы сейчас, конечно, вот теперь мы абстрагируемся вот от этой новой инфекции. Что вообще происходит? В целом, конечно, мы видели очень благоприятный процесс увеличения внимания граждан к собственному здоровью по разным категориям населения, по разным направлениям. То есть я просто вот сейчас вот накидаю. То есть, во-первых, с момента выхода 15-го федерального закона очень серьезный отход от курения произошел. Порядка там 16 процентов. Это очень существенно. И с существенным снижением вовлечения в курение ранних возрастов детей и подростков. Там практически до двух с половиной раз. Другое, потому что мы кое-что потеряли потом на электронных сигаретах и вейпах. Но я надеюсь, что мы отобьемся. Второе, это мода на ЗОЖ среди молодежи. Она безусловно сформировалась. Опять же, мы об этом всегда говорили, что никакой мода на курение не существует, а существует за огромные деньги насильственно внедряемая вот эта вот модель табачным лобби. И как только им это было запрещено, это оказалось колоссом на глиняных ногах, вот оказалось, что вонь, желтые зубы, плохие волосы, плохие ногти, ни разу не красиво. Мне, конечно, непонятно, почему кому-то это казалось иначе, но запретив табачным компаниям врать, просто, правда, она сама за себя сработала. И это вообще очень впечатляющий, на самом деле, выдачуяющий момент. Дальше, что касается молодежи, конечно, спорта. Но мы сами видим, и я, допустим, в какой-то мере сам тоже и посещаю, и вижу, что на глазах наполнились бассейны и фитнес-центры. Сейчас, к сожалению, переостановлено, но я думаю, что все это, конечно, запустится вскоре. То есть это стало модным. Это стало продаваемым в плане трудоустройства, в плане карьеры, в плане общественного продвижения. И это одна группа, молодежная. Но нас и вторая группа радует. Это после 50, например. Это тут уже немножко другой механизм, когда звоночки начинают поступать, люди начинают задуматься. То есть в целом, я говорю еще раз, как вот сейчас посмотрим, как скажется, конечно, плохо скажется, понятно, текущая эпидемия. Придется немножко отступить и снова начать потом. Но вот тем не менее перед ней мы видели много благоприятных процессов. А Самарская область, что очень важно отметить, была проведена независимая оценка. По-моему, Росстатус. Главное, что не нами, это очень существенно, федеральным центром. По проценту граждан, практикующих здоровый образ жизни. И у нас очень хороший результат. Порядка, не помню цифру, но мы практически лучшие и в Приволжском федеральном округе, и одни из лучших в Российской Федерации в этом смысле были. Ну, были и остаемся. Вот эти показатели, самые массовые смертности, вернее, тех заболеваний, от которых наступает повышенная смертность, какие они? Они как-то меняются или остаются? Они остаются, там есть тонко. Значит, это три вечерва, это три группы, это заболевания сердца и сосудов, это онкология. Так они на первом месте. Сердце и сосудов по-любому на первом месте. Дальше интересно. Дальше очень важна возрастная разбивка и половая разбивка. Значит, если... Вот классическое наше понимание, то если мы берем все, ну, как бы целиком, да, вот это вот классическое, тогда у нас будет сердце и сосудов, онкология и потом внешние причины. Но сейчас очень важно, и это на самом деле очень грамотно, но не надо смотреть всех. Надо смотреть, от чего умирают люди преждевременно, в трудоспособном возрасте, рано. И там разбивка меняется. У женщин она похожая, но по процентам не совсем так. Если смотрим по всем возрастам, у нас идет с большим отрывом сердца и сосудов, потом с большим отрывом онкология, потом с большим отрывом все снижается внешне, то в трудоспособном возрасте такая же последовательность, но эти цифры очень близкие уже. А у мужчин идет уже переход. Первое место остается сердце и сосуды, а на второе с большим отрывом выходят внешние причины, то есть отравление травмы, но вы сами понимаете, чем эти отравления. И травмы связанные с чем. Поэтому это очень важно. Здесь мы с вами уже немножко поговорили про курение, и вот мы прям можем этой статистикой практически пощупать вот эту вот смертоносную роль алкоголя. При вашей работе у вас контакт с жителями города как-то происходит и других городов. Как у вас выстраивается обратная связь? И чем центр может быть полезен вообще вот горожанам, жителям любого города Самары, Тольятти? Я не знаю, хватит ли нам передачи его, чтобы сказать. Во-первых, это, естественно, центр Самарский. Во-вторых, у нас есть территориальные отделы в Тольятти, в Новокубежске, в Чапаевске, в Сызрани. Во-вторых, в-третьих, мы эти отделы преобразовывать, вот сейчас, опять же, по известным причинам прервался процесс, мы их преобразовываем в так называемые межмуниципальные центры общественной здоровья, передавая им выселение центра здоровья в соответствующих муниципалитетах, где они есть. И они как бы совместно начинают медицинские и немедицинские компоненты общественного здоровья отрабатывать. Дальше, как мы взаимодействуем с обществом? Ну, это, конечно, активнейшие занимающиеся со СМИ, но это вы, наверное, знаете, всегда мы стараемся присутствовать в СМИ. Это в сети, у нас интереснейшие проекты с блогерами, и это сейчас тренд, и на самом деле это не то чтобы тренд, я просто вижу, насколько это эффективно, и это не всегда просто. Но вы не отстаёте от жизни, это очень хорошо. Да, мы не отстаём. И общественная организация. Опять же, то есть нужно, вот, 21 век – это век сетевых технологий, да, то есть мы вот так вот просто, знаете, сеять информацию, она не сеется. То есть нужно находить вот эти вот людей или организации, какие-то хабы, да, которые имеют свои микросоциальные, а может быть, иногда не такие микросоциальные сети, в широком смысле они имеют, ну, не только классические интернет-социальные сети, а любые социальные сети. И взаимодействовать с ними, выстраивать. То есть если говорить вот про блогеров, чтобы вы не подумали, что там что-то вот, это вы в планах, это не то, что вы в планах, только за прошлый год мы провели с блогерами компанию «Минздрав утверждает, ты сильнее», то есть по распространению по типу вирусной рекламы информации Федерального Министерства здравоохранения, профилактической, мы провели о мошенниках, о здравоохранении и о настоящей диспансеризации и Центра здоровья, а почему было важно отдифференцировать, знаете, в ящике многие получают совершенно мошеннические, вот тоже с блогерами интересно отработать. Мы провели разоблачение мифов антивакцинаторщиков, кстати, не могу, возможно, это будет жестким, но не могу не протестировать из интернета обращение к антивакцинаторщикам, вы хотели увидеть мир без вакцин, вы его увидели теперь. Вот, по-моему, они куда-то теперь все пропали, вот ровно это мы бы видели и с гриппом, если бы ее не было. Но вот, к сожалению, лучше бы мы теоретически говорили, что мир без вакцин намного хуже мира с вакцинами, но вот так вышло, что нам пришлось его посмотреть. Значит, то есть это вот по вакцинации. И интереснейший проект, трезвый-резвый он назывался, и это на новогодние праздники 19-20 года мы своеобразный интернет-флешмоб провозгласили, когда люди просили людей заниматься не алкоголем и обжорством на новогодние праздники, а чем-то полезным, и выкладывать эти, эту видео-фотоинформацию, а потом провели конкурс вместе с администрацией области, наградили победителей. Вот, то есть, по меньшей мере, четыре таких проекта, а еще какие-то мелкие, возможно, были, мы провели. Да, ну, замечательно. И сейчас, на мой взгляд, появился тоже новый тренд, это стремление к долголетию, чтобы жить как можно дольше, это какое-то вот, с одной стороны, новое, всегда стремится человечество, но вот сегодня прям такой акцент сделан. И хотелось бы от вас, как от специалиста, услышать вот советы, и как лично вы тоже к этому, надеюсь. Я попросил, я считаю себя в раннем, среднем возрасте вообще-то, что значит. Это же нужно планку уже сейчас ставить на то, что если хочешь жить дольше, нужно начинать как можно раньше. Кстати говоря, вы прям как будто знаете все наши приоритеты, это тоже наш один из приоритетов, и мы в прошлом году и в этом повели очень, что-то, знаете, с одной стороны, мы с удовлетворением отметили, что все стали заниматься здоровьем пожилых. А потом, когда мы посмотрели как, то наш энтузиазм немножко уменьшился, потому что, к сожалению, зачастую это делалось без понимания. А опять же, когда мы говорим о неправильных программах физической активности или питания для людей серебряного возраста, здесь уже не только идет о том, что деньги на ветер – это полбеды, а речь идет о том, что конкретный вред, угроза здоровью жизни может причинен. Поэтому мы начали системную работу с некоммерческой организацией по их обучению, переобучению. Довольно много часов мы выявили типичные ошибки, особенно с теми, кто работает с пожилыми людьми. Выявили лидеров, которые это делают правильно и хорошо, и прямо вот по пункту это отрабатываем с ними. Но тут, знаете, наш формат не позволит, потому что действительно советов очень много. Концептуально, умеренность, понимание умеренности, понимание того, что экстремальные диеты – это вред и зло. Понимание того, что экстремальная физическая нагрузка – это вред и зло. И вот не потому, что это мое мнение. Мы там на пальцах рассказываем, как это все работает, как нельзя похудеть таким образом, как можно только набрать в конечном итоге, как можно повредить свою сердечно-сосудистую систему, а не укрепить ее. Но просто времени мне здесь мало. Я вот тогда все… Да, но все хорошо в меру, и наша программа тоже завершается. Спасибо большое за эту важную, полезную информацию. Будем здоровы и пожелаем здоровья всем нашим зрителям. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Вам тоже. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok